Аминь. Ваше прізвище, м'я побачиваю. Коза Елєсіна Роман. Де квоє ви родилися? Кому? Косове Газ. 26.09.18. Де проживаєте? На Сумського облазу Роман. Де проживаєте? А в сейсіній розповідно? Да, стоїть на Сумського облазу Роман. Зберігаєте. Ти проживаєте? Сумського облазу Роман. З кем? Будив уєдник. Так, вам секретар, звичай регριші панецку про ваши права сабу. Счаснаємо. Ви знаєте? Продобре. Вас счаснаємо в обмасканому Любинскі? Суд приводит вас до притягивания, как призвищение по батькам? Как вы, Александр Александрович? Притягаю, говорите суду правду или лише правду? Притягаю, говорите суду правду или лише правду. Все равно захисту, пожалуйста, записание доступа. Когда вы последнее спилкували? Доброе утро, когда я его копал. Когда я приехал в Непонимку, то он пошел. Сентябрь месяц, ну 6-го часа, по-моему. А каким человеком сбывалось ваше спилкувание? Беспосередньо? Да нет, я его видел на средний день. В понедельник это был. Он был у меня. Да, в понедельник. 6-ое число это было. 6-ое сентября? Да. Я ушел на работу, еще был у меня. Когда пришел с работы, его уже не было и больше не было. Потом уже узнал от студии по полиции. Они приезжали и снимали вещи, которые остались. То есть он находился 6-го по утрам у вас? Да. Потом вышли на работу, за уроки у вас? Да, и больше не связи, ничего не было. А он планировал какие-нибудь днячем заниматься? Ждать вас дома или нет? Я не помню сейчас. И плану не был. За время немного пошел. А он вам не рассказывал, возможно, рассказывал, что происходит? Что происходит? Что происходит? Рассказывал. Ну, как приехал, говорит, сумкой с удочкой. Еще время поздно меня было. Удивился. Почему так? Он говорит, произошло, говорит. У меня, говорит, убийство в последнем подъезде. Я там сам был, говорит, ну, до этого, говорит, сам был. Я, говорит, испугался. Может, не будет разбираться. Закроют, говорит, я уехал. Потом я был следователем. У меня он должен был на электронную почту. Ну, объяснение, кстати, попасть. То есть задался кто-то задался? Телефонную дружину задался. Да, при вас будет? При мне, да. Все, после того, когда вечером его не оказалось, у вас дома, вы должны сидеть, да? Нет, больше не было. Потому что я узнал, что не было. Потом, что его задержали. Но пытание было. А тебе какое время у вас было? Ну, не было. Ну, недолгое время пошло. Ну, там у меня был про такого вопроса. Там, да, тут, как стоял. В любитке, я за пытание был в любитках? Нет. За пытание с ума. Прокурор, есть за пытание с ума. Александра Панахович, скажите, пожалуйста, перед допитом в сегодняшнем судовом заседании вы встречали с адвокатом? Нет. Ну, пані адвокаты, где-то впервые люди ее видите? Сегодня, да. А как вы считаете, звездки этот адвокат может знать про то, что в Любинске проживали у вас? Ну, я уже подавал показания в ходе досудового разговора. У меня у моих показаний подавится. Вы норвую? Ну, конечно. Включина маята. А по тактике ездят туда не засыпься? Нет. 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 Мы познайомились, избавилось покорание. Угу. То есть, вы пояснили, что в беседе в Любинске сказал вам, что он был, как вы сказали, там присутний, где рисовалось. Все. В моменте было, как вич подробнее. Где он был, все он бачил, с кем же он спилкувался, и что там же бывало? Да. Ну, я пояснил. Буду на русском. Да. Молодец. Как мне рассказал, мы подпихали, расставали, 4 человека там было. Было 4 человека, да? А где это было? В последнем подъезде где-то. Ну, в его доме, где-то. Ну, в его доме, где-то. Что за люди были? Ну, двое мужчин, одна женщина, да. Распилали, говорит, с кем-то не пить. Что потом было? В том же, как я собирался на рыбалку. Я ушел, потому что нужно было ехать. Я с друзьями. В том, что-то с друзей, я как-то сейчас не помню, не могу сказать. Позвонил ему, сказал, что такое произошло. Ну, и впугался уехать. А что у вас мужчина, что у вас женщина? Кто такие? Ну, не знаю. Что там сонится. Сонится сонится. И что ведь было после чего? После чего? Ну, после того, как он играл, что у тебя был. У них там в гостях. Что там произошло? Что вы убили? Как и он вам рассказал? Как он мне рассказал, что утром он сказал, что там горит. Пожар не зашел. Потом, когда вы... Или пожарный подошел. Пожарный, по-моему, подошел. Пожарный, по-моему, подошел. Сказал, что там сгорели люди. Кто подошел пожарным? Алексей? Он сказал, что подошел пожарным, да? Нет. 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 Какой? Нет. Ну, вот и все. Ну, конечно. чё он чему-нибудь дома чему-нибудь мне же сказал он, что я боюсь, что меня, говорит, аликтует, аликтует поставить на рисунную почту следователь свои прояснения и что он не управлял? я не знаю, он собирался с меня, когда я последнее засидывал, он собирался аликтуал, он не управлял не имеет смысла а где кто почему ну, у них, как бы, да чё он сказал, чему не знаю, он не собирался я ушёл на работу, сбылось у меня да, вернулся с работы, его уже нет а чё он был подъявлен? ну, несколько времени я же на сколько времени пошёл я как-то в момент не пошёл за час перебивания у вас я с тимой сундувался по телефону да, нет, да когда я звоню там, обычно, я не знаю не видел наступал что за кто-то не дутит снимаю я сейчас знал ты же, пожалуйста, видела ли ты на мне какие-то ссади, кровь, добой на что-нибудь плачёло ну, нога у тебя была приоритетована да я помню ну, были проезды какие-то на нога я не помню точно ну, я скажу, я не помню я не помню я думал, что это было там давать наступного аппетита Ваши пилы еще не побачены? С морозом, Анатолий Вадимович. Дай кого вы родились? 1974 год, 24 февраля, посолок Константин, Казахстан. Где проживаете? В городе Шевцов, поселок Казахстан. В городе Шевцов, поселок Константин, Казахстан. Где фактично проживаете? В школьной офисе. Где зарегистрирование? В Кучнино-Казахстане. Где проживаете? В городе Константин. С кем? В маршрутных установках. Скажите, пожалуйста, а вы знакомы с домашним юридическим? Да, это мой брат. Редный? Сама переведена. Основные, получается. В общем, это да. Какие у вас с ним відносины? Так у братья. Хорошие. Хорошие. Памятку продала тобою, с кем секретарем вам лучше? Вознайомились? Прочитали? Да. Обожаете давать показания суду? Нет. Обожаю. Попереду, пожалуйста, кеминальному заданию за людьми вбивание показаний, вы увидите мне правдивые показания. Понимаете? Повторяйте, пожалуйста, за мной. Я призвищаю меня по батькаме. Я не пою один из морозов. Прочитаю говорить правду и лише правду. Прочитаю говорить правду и лише правду. Ага. Пожалуйста, пожалуйста, за питание. Здравствуйте . Вкуси, Власка, в Duolstринивание? Коли вы остальниете? Призвищали? Призвищали на 6 числа. 6 числа это остальния? Так. А вы опускали безпосередньо? На 11 лет. А в ответ? В ответ 1 числа? В ответ 1 числа. 6. он что он потому что он ранее был судьбой и за это мог попасть под подозрение пока, как он объяснял, здесь найдут реальных инноваций он не объяснил, а в подробности того, что стало, за что могут притягиваться? и в целом, в целом не могу сказать, что нет не рассказал за Галинисом? я рассказал, за что могли его притягнуть за Галинисом ну, что тут было, конкретно, как вам рассказали? ну, все слышно сколько вы один раз слышите? ну, я совсем не знаю а он вам не объяснил, яке отношение он вообще может мать? ну, не яке отношение, он не объяснил, что он находится просто в этой компании за это он не поместил судьбе а чему он там находится? чему? потому что он был связан и выказал в этой компании недовое время там это было? а в этом нет а чему вы чувствовали его в этой компании? чем это происходит не, что происходит то что сплавом это при нем? то есть, но не он точно что происходит что происходит Субтитры делал DimaTorzok да в 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 а мы через три дня мы узнали от посторонних людей там в том районе где он прожил в этом районе мы исповедовали что здесь неудобно пошел на рыбалку больше не пошел на перепорти там да ну вот это письмо это ну больше нет 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 города так как объяснили нам вот происходило это в запорожье я постоянно приезжаю на суды любинского алексея вот это жалпневый район жалпневый суд вот человека уже два с половиной года обвиняют двойном убийстве ну как я считаю значит я не знаю я может я говорится могу и ошибаться вот но как мне подсказывают скажем так моя интуиция то два с половиной года ну никак не могут судить человека если есть доказательства прямые если их нет я считаю на протяжении хотя бы года давайте говорить так вообще полгода считается должно быть и расследование но если пусть даже год допускаю если какое-то тяжелое запутанное дело то человека через год должны были бы отпустить хотя бы под домашний арест вот так как нет прямых доказательств но у нас как всегда все через задний проход вот и вот так вот затянулось все это дело человек просто в тюрьме гниет вот я с ним общался он говорит просто но гнием не воздуха ничего не питания вот а вдруг он не виноват давайте говорить так если дело так долго тянется то я допускаю что он может быть и не виноват кто его знает в общем такие дела суд перенесся на завтра поэтому будем как говорится смотреть как по времени если смогу значит я подъеду еще завтра все если кто смотрел или кто будет еще смотреть всем спасибо большое до побачения